так чё включилась да тогда начинаем так сучки что-то я смотрю вот вы совсем страх потеряли каждый долбоеб считается долгом написать мне сделай то сделай это я хотел бы то увидеть я хотел бы это увидеть у меня тут чё блять по вашему парк машин нахуй со всего мира у каждого кого есть какая-то редкая нахуй никому не нужная брич которая он один долбил купил ездит и гордится этим и мне пишет ее запили я делаю те машины которые популярны почему потому что я стараюсь набрать больше просмотров и сегодня у нас в андите здраве вот этот вот ланас сранас хохлана за сенс шанс ну короче вот это вот хуй то на которой салоеды ездят я давно-давно хотел сделать и почему потому что у меня с украины просмотров где-то 20 процентов есть и ну пора бы уже чуть для них уже сделать да то есть если в россии все едят на тазах то на украине вот это вот бричка стала популярной почему потому что ну выгодно на ней там есть там же этот завод за да и когда от этого говна уже отказались и остальные производители такие как шевроле надо газе и делали польши и и делали блять где только они делали и все уже от нее отказались этого говна его только за продолжает его хуярить день и ночь блять ну по всем по порядку этот chevrolet у нас в каком он году появился то ли 98 то ли 97 это на хуй ник никому не важно и интересно а важно то что сейчас его на украинском заводе зас это где запорожцы делали это все знают выпускают это вот кусок говна и вот если на нее сбоку посмотреть то да и с любого боку на не можно посмотреть то понятно становится вот я долго искал вот как охарактеризовать ее ну вот что можно сказать про нее такого что вы не понимаете что вы не видите да можно сказать что на у бога но это так очевидно можно сказать что она никчемная блять но вот она не то чтобы даже никчемные вот мне кажется лучше всего к ней слово подходит знаете какой вот унылая вот она именно вот именно унылая машина блять ну вообще блять вот сама она просто изучает этой уныние это блять безнадежность просто какую-то но дешево стоит дешево стоит она вот это самая дешевая машина которая продается в россии ну не считая вот матиза совсем уже я имею ввиду машина которая выглядит как не женская самая дешевая даже не гранта вот даже гранта стоит 259 это стоит 249 самая дешевая комплектация то есть она самая дешевая машина которую новая которую вы можете купить но конкретно вот этот этот тоже за с но он еще называется у нас они sense почему потому что но у них 2009 году лицензию забрали на имя ланос они просто не могли уже больше его так называть и они назвали sense но что они еще сделали казалось бы ну невозможно эту убогую машину сделать еще более убогой но у них получилось они что сделали здесь стоит 1 и 5 восьмиклапанный мотор у корейский ну как корейский его там целое и его все делали эту машину всем миром создавали начиная с 95 года мотор делали в парше там делали курсов дизайн сделали в италии короче с миру по нитке не получилось в этот машина так они что сделали этот дешевый седан убогий несчастный угрюмый и унылый они сделали его еще более уебищным тем что поставили на него мотор от таврии 1 и 3 который вообще не едет никуда этот хоть как-то едет тут вообще не и там разгон 17 секунд на новой машине вот ну давайте уже начнем по порядку я вам расскажу то блять я даже не хочу этом говне копаться блять какого хуя должен из этих салоедов копаться в этом говне блять у меня тут с рт-8 скоро уже будет блять а я должен копаться вот тут блять давайте быстренько посмотрим короче да блять открывайся сука мать твою так это чет от ваза что ли так куда его эти сюда не она мне так на бошку и бонется короче вот так блять ладно вот так блять теперь не видно нихуя короче блять что это такое что это такое блять я объясню что такое это корейский восьмиклапанный двигатель чем отличается от вас А почему сравнивая с вас и вазом я буду сравнивать связан потому что он стоит так как примерно как ваза его ценовая категория такая же во-первых шумки нет нихуя в моторном отсеке вот там посолите нет нихуя шумки завесить звон весь шумган будет салонен но это понятное дело теперь у Covid oxygen выпуск с одной стороны здесь с одной стороны впуск с другой стороны выпуск это уши компоновка чем у вас почему потому что воздух который идет отсюда он не только охлаждает радиатор на охлаждает выпускной коллектор теперь плохой момент высоковольтные провода находятся прямо над коллектором и несмотря на то что они защищены этими хуйнями и они но они-то со временем теряются вот эти вот железная защита вот здесь уже потерялась в итоге высоковольтные провода высыхают начинают машина моросить вот катушка зажигания в итоге коротит там и так далее теперь в отличие от ваза где стоит дмрв датчик массового расхода водка здесь принцип другой здесь не знаю может быть много пыли в корее и почему они решили сделать через дат здесь стоит дат и дтв вообще корейский корейцы обычно так делают немцы любят дмрв больше они даже нет некоторых турбомоторах ставят дмрв здесь уже дат дтв то есть здесь датчик температуры воздуха там датчик абсолютного давления и так вот ну как тюнингуют и когда тазы тоже переделывают под такую систему потому что там можно считывать избыток давления и вакуум вот в целом этот мотор по сравнению с вазовским восьмиклапанником чуть-чуть лучше его именно этот но а хуй то чё делали они это ставят сюда в дешевую версию двигатель от аврии который 1 и 3 есть еще 1 и 4 вот 77 лошади вот это 1 и 5 вот был еще 1 и 6 16 клапаны есть еще они также ставят от авиа мотор 14 в комплекте с автоматической коробкой передач короче с хуй помешек но по ценам так получается то есть если вот это вот бричка если она идет с мотором от аврии из коробкой кстати коробка то не предназначена для нее и они его как-то воткнули криво вот этот еще нормально тут сидит опоры все и не такая не так уже беру а мотор от аврии когда стоит он воткнут то через жопу обычно и он так вибрирует что блять ну блять впечатление конечно как от запорожья ну таврия есть запорожье теперь наш по ценам как тут если стоит мотор от аврии 1 и 3 либо 14 тогда она стоит 249 минималки если вот этот мотор стоит 1 и 5 корейский тогда она уже стоит 300 вот и если стоит мото комплект мотор плюс коробка от авиа 1 и 4 16 клапаны там еще у них кондиционер в комплекте к нему идет там идет этот гидроусилитель в тоже в базе тогда уже на стоит 400 штук и внешний вид у нее по прежнему такой же унылый то есть это как гранта с автоматом тоже такой дешевая машина с автомат коробкой для того чтобы тошниться в городских пробках и так далее но сейчас мы говорим про эту машину вот что тут можно сказать про это говно блять на эшку у меня даже нет желания там копаться но это дешевая говняная машина блять у нее столько проблем все время да она все время так ебет мозги блять что на ней просто с ней ну невозможно жить просто с ней невозможно с ней жить ее в хохляндии используют только таксисты из жилобы блять это такие вот жилобы которые ну вот блять какой наш выросший гопник короче гопник который вырос короче он продолжает пытаться что-то блять где-то отжать для 10 рублей вот у него там таксует там потихают 50 рублей у них гривны срубил блять там пошел выпил опять по таксовала 50 рублей срубил и так далее вот эта машина сделана на зазе тоже вот здесь за обозначение за 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 но здесь мотор корейский вот эти текере что у него ресурс где 200 200 тысяч километров у мотора таври ресурс который 13 где-то 120 тысяч километров но в такси не наезжают и 200 это не дело не в этом в такси то он с 200 набегает за пару лет там просто не успевают у него изнашиваться шланги там а вот если он нормально будет ездить сколько он должен тогда где-то ресурс у него 120 тысяч а у мотора 1 и 4 который от авиа у него уже ресурс 250 300 тыс там уже современный мотор более-менее что стеклапаны от авиа с коробкой передач так сказать они сейчас на этом зазе я вео начали хуярит тоже ну пока они туда еще мотор от аврии не прихуят или ну в общем хуярит и на украине эта машина намного популярнее чем вазы то есть это минимальный уровень и конечно почему он там популярен по что выгодно его эксплуатировать в той стране в которой его производят потому что в россию когда возят там все-таки идет какая-то пошлина 20 30 тысяч уже и она чуть дороже получается ее себе стоимость а там-то запчасти все есть собственного производства на любом автомобильном рынке на каждом углу есть эти тоже магазинчики как так же как и в россии в общем возвазы там вот это вот хуйта ездит ну вазы мне больше нравится то что они не хотя бы не такие унылые блядь никчемный чем она лучше хуже ваза да вот если так взять значит лучше чем тем что у нее не сабли в подвеске а несущие рычаги но подрамника как такового нету и стабилизатор попечной устойчивости в итоге работает за троих быстро разбиваются его стойки но все равно вот такая подвеска когда несущие рычаги за место вот этих сабель вот этих вот блять ромашки вот эти соленблоки на вазе вот такая подвеска она как бы считается лучше она считается более устойчивая более это теперь амортизаторы у него идут опять же уже с кастером вот как на гранте сделали вот когда гранту сделали здесь это все уже стоялось с 90 каких-то годов сзади просто тоже балка которая по конструкции такая же как и на вазе то есть там сзади все просто тормоза здесь вентилируемые стоят даже в самой дешевой вариации сзади барабаны теперь такой момент вот так же как на вазе здесь рулевая рейка крепится к кузову обычно на иномарках рулевая рейка крепится к подрамнику и поскольку подрамник сама по себе это жесткая конструкция то это намного лучше улучшает управляемость сглаживает удары в поворотах здесь рулевая рейка крепится к кузову поэтому так же как и на вазе когда вы поворачиваете и налетайте в яму вам уйдет удар по рулю удар по кузову эта рулевая рейка разбалтывается начинает стучать по кузову и блять двигатель тоже на напоры двигателя не как на вазе идут один спереди опора двигатель тут две по бокам одна сзади вот но в итоге вибрации столько же как и на вазе то есть это ничего никаких плюсов ни минусов не дает тормоза нормальные в этой машины особенно просто тормоза рассчитаны в том числе на 16 клапаны двигатель по это они все одинаково этому с 8 клапаном они справляются легко ну и в целом блять ну такое уебище посмотрите салон господи помилуй что это блять нет салоне даже элементарных нету стеклоподъемников а это не самая дешевая версия нету стеклоподъемников вот я вам покажу зато есть дистанционное открывание багажника и лючка бензобака вот здесь так в салоне коробка передач похожа на калиновскую то есть она по прежнему неудобная задняя скорость включается вот это хуйней в салоне мерзкого бога пластик хуже чем в калине руль уебанские рычаги уебанские все гремит стучит шумки нет и не было никогда ковролин такой живые банки как на вазе приборная приборная панель вообще без тахометра без нихуя самая только дорогой версии блять где там с автомат коробкой 1 и 4 за 400 штук только там вам так и быть тахометр поставят вот ручник тоже надо подтягивать время как и на вазе сиденья мерзкие никчемные блять ткань блять вонючая в салоне постоянно запах сырости потому что со всех всяких щелей протекает вода вот панель вообще ни о чем но вот ну блять дешево короче вот поэтому ее берут потому что дешево потому что ну нету у людей денег вот чтобы позволить что-то большое и в эксплуатации она дешевая потому что в цену про автомобиль надо закладывать не только цену автомобиля но и цену ее содержание в год то есть американцы так делает они указывают цену автомобиля и цену содержания в год у нас указывает только цену по что у нас главное продать у нас главное наебать а потом уже будь что будет гарантия на эти автомобили есть никто разумеется ее не делает несмотря на все это в украине вот куда я может быть поеду этим вот эти в этом году и поэтому чтобы меня бандеровцы эти не перебенили где-нибудь под львовом вот я и делаю обзор этой машины все равно там люди берут ее потому что они если в россии низкий уровень жизни то там он еще ниже то есть них нет там нефти газа вот это все то есть русские смеются все время надо украинцы в том плане что у них там газ пизжены и так далее но на самом деле там люди живут еще более бедно чем в россии поэтому там эта машина имеет ход да и сам вот хотел вчера пойти на форсаж 6 и что-то подумал на нахуй чуть-чуть это я знаю уже чего этому вижу опять эти крутые тачки крутые телки ну мне-то нахуй смотреть бля на машины которые никогда себе не куплю и на телок на которых я никогда не вы его и потом эти блокбастеры просто смотришь голливудский начинает казаться что блять все люди блять встречаются с супермоделями ездят на крутых тачках а потом когда уже выходишь из кинотеатра видишь вот это все и понимаешь что реальность сосет блять и вот эти другие кстати автообзорщики они пытаются тоже вот походить на этот голливуд они тоже думают возьму блять крутую тачку там включу крутую музыку пару замзу разворотов поворотов сделал и все пиздец миллионы просмотров обеспечены они не понимают что не все они такие как они на каждого одного здорового красивого богатого счастливого человека приходятся же десятки те кто не здоров не красив не богат и не счастлив которые просыпаются утром человеком который мне нравится едут на работу который они ненавидят на машине которые и мне блять не устраивает их которые от которых тошнит блять и вот я копаюсь в говне не для тех кто блять но мажор там блять смеется на плита здесь или на хатам нова носи да мне похуй я работаю для масс для для людей я работаю и если у вас нету денег если вам нужна машина на каждый день то все-таки если вы вы живете в россии то вам надо покупать тасс если в украине тогда вот эту вот бричку потому что обслуживание будет дешевле то что запчасти на каждом углу ну что проще как-то с ним мастера есть которые умеют делать вот какой-то грустный сегодня анти тест-драйв получился конечно ну чё делать добро пожаловать в реальность суки так на этом все сегодня это было нас дальше у нас будет 124 mercedes скорее всего не знаю почему люди интересуются ну я его сделаю а в рубрике тюнинг будет turbo приора и srt 8 джип старом кузове тоже расскажу про двигатель хими как там что сделано так что подписывайтесь увидимся уже через неделю а я пойду отгоню эту бричку обратно хозяину давайте